МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА So, aviants, Забиłeś брата По одинку Воbec права jesteś невинный Затем вырзуты сумения? Одеядь, ксюже Jesteś найемникем Хандлажем-неволниками И забиłeś своего брата Вем о том И о том, что его кохаешь Хотя оказываешь то в особливый способ Дрвишь себе за мной? Смейешься? Смейся Бо то, что видзе, есть смешное Видзе человека уcieкающего Скрывающегося перед свиатом Видзе тхурза Далее 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 У меня уже не осталось. Есть жизнь. Не нет жизни. Машь еще выйтие, Медоза. Не ма для меня откупения. Бог сказал нас на волный выбор. Ты выбрала збродние. Ты можешь выбрать покуту? Отважаешься подъять пробу? Не ма покуты годной моих привиняй. Ты отважаешься подъять пробу? Ты я себя отважаю? А че ты отважаешься подъять, как прегрывам? Добрый вечер. Добрый вечер. Хочаłbym ця запросить до разговора о вире. Поверь ми, че ты се уродзилај с виро? Медоза. Те значи, откјд памятам, ме ѕм мејам почуще обецности. Мејам почуще, мец можна повяти, что, з тум, що то не було таке скрыстализовано, бо до того, как в той хвили чуј и међл, пројшојам през целе све јще. Мејам то почуще в сердце, потому что я чувствую себя через сердце, что я неопушенную. А ты пережила какое-то опушечение в детстве, опушечение через кого-то важного для тебя? Да, так. Как это стало? Хочешь что-то о этом сказать? Я строчила отца, имея 4 лет. Что это стало? В случае отец умер. Ехал, был лекарем, ехал до хорего и сгинал. И, наверное, действительно очень что-то мы очень любили, хотя это было 4 лет. И, в результате, я тоже так очень повторяю, что выстарки 4 лет милости, чтобы ему дать силу на целесенькое жизни. И, в результате, я вижу струмень светла, который идет до неба, в кштауке и, в результате. И, в результате, я чувствую огромную, и обычную, очень милость моего отца, но такую, просто невероятную. Милам тогда почувствие, это было недавно, милам почувствие В этом моменте, что мой Отец прошел с Чыщца до неба. Можешь сказать, что это уже моя справа, моя вяра. Втеду я подумала, потому что я могу признать, что была немного недовиаркой, что я могу сказать, что этот час можно сократить. И я подумала, что это может не быть правдой, но это можно только и улучшить, стояк уже тварцом в тварь, что этот час этого Чыщца, этого оценивания на перейти, это час, который влияет в способ человеческий. Потому что мой тата умерло 30 лет назад. И тогда очень сильно так почувствовала, что можно этот час, нашим ближшим, просто сократить. А вероятно, это чувство оценивания, которое ты испытываешь от заранья, и до утраты оценивания, это было для тебя очень больно. И трудно утратить так любимого оценивания в так время. Помнишь там те часы? Я помню, был такой окрас, когда мне не говорили о том, что оценивание оценивании. И смерть оценивания была тоже утратой места, в котором я переживала эти 4 лет. Это было очень близко природы, потому что за домом была дорога и были лонки. И я была очень связана с природой. И я находилась в России. Это было очень сильно. И это было очень много. И я помню, что это было в «Чарном хабике». И по-просто то, что я помню сердцем, и то, что я чувствую сердцем, была самая, которая просто молитвом меня поддержала. А когда в конце концов до тебя, что твой Отец гинял и не вернулся? Можно сказать, что это доцелало до меня летами. Потом ты можешь с этим как-то порадить, правда? В таких моментах вяра становится чем-то важным. Каждый имеет свою дорогу до вяры. Часами распад показывает дорогу и становится чем-то, что изменяет жизнь и видение света. Но в моем случае я просто это как-то, как звук, который я слышу. То есть, наверное, был такой большой перелом, потому что я не была как-то хована так много. Моя родина является родственной католикой, но она не была так много практикующей в часах, когда я дорастала. И на самом деле важным делом было моё путь до школы, проводной через систры Непокаланки. Я не сугерую, что утрата ойца сделала, что ты попробовала что-то сделать, как-то пласнер на это все, в состоянии виаре. Я думаю, что это не было ничего плохого и это часто проводит до автентичной виары. Может быть это лаской, но может быть это тоже автентичным открытием на то, что жизнь закончится. И человек начинает задавать себе вопросы, которые не задаваясь. О, то хоть. Какие вопросы задаваешься тогда? И еще хотелось бы сказать, что Бог видит себя опущенного. И просто помогает. Это не только вопрос, что ты... Я когда-то был такой проблемой, что это не связано, а в pewnом смысле связано. Я думаю, что не хотелось бы ездить в неделю в неделю до школы. Не хотелось бы, что случилось. Я думаю, что это тоже, что случилось, что случилось, что люди не могут идти. И тогда я учитывала, что это очень простая вещь, что когда я ходил на встречу с друзьями, то иногда мне тоже не хочется. Но не хочется. Я встречаюсь с друзьями и оказывается, что этот друзьями говорит нам что-то невероятно важное. И это был такой момент, который сказал мне, что я ходил в неделю. И иногда, когда ты очень смешаешься, когда я иногда иногда слышишь вещи для меня важные. И так же в таких моментах. Мы под опекой и он старается нам в таких моментах тоже помочь. И поэтому часто момент, такой трагичный, может быть моментом зобачения кого-то, кто хочет нам помочь. Ты могла бы так сказать, что ходишь до приятеля? Ну, могу так сказать. Что этот приятел тебе говорит? Часто есть это просто личность. Я говорю, что это... Нет, это что-то между нами. Не умею этого так до конца сдефиниовать. Чувствую это просто в сердце. Какое вопрос? Что это не было в целом смысле, когда ты еще была с детьми? Это вопрос, которое смерть отца поставила перед тобой. Ну, а может сейчас ты знаешь, что это было за вопрос? На pewno справа смерти И это было для меня тематом, ну, может не сегодня, но часто. Я думаю, что это вопрос, которое детьми оставила в таком смысле, не только детьми. Это вопрос совсем простой. Ну, где есть мой тата? Что с ним стало? Поехали. Да. Да. В той же момент я знаю, что это было укрывано, то это произошло замешание. Наглядь, представьтесь, что в очень много лет, если можно так сказать, отбылась оплакивание над моим ойцем. Была дорослым человеком. Втеды с ним жегнала? Втеды по разу, и это была такая ситуация, что по-просто спевала импровизируясь, и наглядь мне тогда по-просто зразумевала, что это было. И это мне тоже дало такую научу, что по-просто не нужно этого ховать. Психологи утверждают, что это хорошо, если дети могут прожить расстание со своими наиболее, чтобы увидеть это. А доросли не? Конечно, доросли тоже, но дети часто хранят себя перед этим. Мне кажется, что это бомб, так. Дети лучше работают со смертью и умиранием, чем доросли, часто. Блищи с там той стороны. Правда? Как ты с тем приятелем, которого отвезаешь по-неджелам? Или только там его можно встретить? Я думаю, что он есть между нами в этой ситуации. Слуха и смотрит. Слуха и смотрит. Как смотрит, как слушает, с какими чувствами? С милостью. Продолжение, что вирус в твоем жизни? Как влияет на твои жизни? На такие обычные, обычные вещи? Он позволяет мне жить. Он является светом, который мне светит то, что происходит. Он дает надежды. Он показывает мне какую-то фактическую hierarchию. Как этот свет выглядит в этом светле? Наверное, надо смотреться. Зло бьет в оке. В общем, зло является гораздо более видочным. А что этот приятель тебе что-то когда-то дорадил? Какой-то когда-то стал дилематом? В каждом дни, в pewnом смысле, так может быть. В общем, так может быть. Но также были такие, очень конкретные, которые я не знала и просила о помощь. И просто... Модлила и открыла письмо. И дала абсолютно ответственность на то, что я могу сделать. И сделала так, как было в письме. Только надо поставить ухо и сердце. Я не хотела бы, чтобы не произошло из того, что я была такая женщина, которая... Я говорю тебе о... Я была женщина слабая. Я часто встречала себя. Я часто встречала себя неконсеквентно. В моем жизни делала много разных ошибок. Я не хочу, чтобы я вышла на какую-то особу, которая, вяра и все. Святлительная, святлительная. Не, абсолютно. Чтобы я не была в этом способе в общем скоярлена. Это мне позволяет им иметь надежь. Это мне дает силы. До жизни. До робления того, что я делаю. И все, что я делаю, хорошо. За это просто дякую Богу. А скажи мне, а как это для тебя? Как это для меня? Я бы не мог бы сказать, что этот приятель есть между нами в этой ситуации. Я бы сказал, что этот приятель сейчас смотрит сам на себя. И с благодарностью смотрит. И с благодарностью смотрит. И с благодарностью смотрит. А скажи мне сейчас, как ты пишешь, то где есть твой приятель? Я всегда молчу перед концертами. Я молчу перед встречей. Я молчу перед встречей здесь. И не приводить никакого хаоса. В ниточнюю голову. А чувствую себя просто недосконала. И не пригодована до этого темата. Так на правду. Я тоже не до конца чувствую себя пригодована до этого темата. Но я думаю, что стоит об этом поговорить. На pewno. Как это есть с этой молитвой? Есть три основные способа молитвы. Есть молитва, которая просит о что-то для себя. Есть молитва, которая просит о что-то для своих близких и близких. Есть еще четвертая молитва. Какая четвертая? Я еще знаю четвертая. А думаю, что их есть больше. Где ничего не просит. И это твоя молитва? Нет. Я думаю, что я использую разные молитвы. То по что это молитва, в которой я ничего не просил? Это так, как с милостью. Спасибо за эту поговорку. Спасибо. Музыка. Я долго она сделает за собой в локко? У кем ветер. Поехали! Щас и руки! Давайте всем! Поехали! Валерий собак! Поехали! Валерий собак! Валерий собак! Валерий собак! Субтитры делал DimaTorzok 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 Если что-то из этого выйдет, то я на это всегда отвечаю, что я думаю, что я могу прийти, что моё умение и Пана умение есть случайно каких-то реакций химических. Как я выбираю между оловом, железом, магнезом и так далее, а Панем Богом, то конечно, что выбираю Пана Бога. Потому что это не сравнение ближе к традиции умысловой, в которой я вырослся и вырослся. Но это не только то, что я думаю, это просто какая-то глубокая потребность. Виари, в что-то. В что? Что это, Бук? Все говорят Бук, верят в Бога, и разные вещи себе выражают в связи с тем. Он является остаточной мировой моих сынов. Он является высшим осудом того, что я в жизни сделал, как я в жизни думал. О, так бы я сказал. Я, как бы, утожсамировал его с этими этими законами, в которых я вырослась. Но это еще не только то. Это не только то. Я бы этого не ограничил. Это какая-то сила справчая. А что вы найдете на стороне или вне вне вне? Вне 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 вне. Не, я не находя его в нижней ритуале. Я не находя его в нижней ритуале. Не находя его. А для меня некоторые вещи, которые, когда-то, когда-то, в моем вне 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 вне, и в молодости, о чем уже вспоминал, были такие важные и важные. И сегодня мне кажется это удивительным. Сегодня мне кажется это удивительным. Но я считаю, что... Я не могу вне 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 вне, Я не хочу ничего сказать. Крытикование того, о чем мы говорим. Потому что это выбор... ...поинных людей. И это выбор великих миллионовых ржев. Я может иначе объясню. Потому что вы уже двукротно спросили, что это происходит. Я когда-то написал такие несъюшные христики, за которые был бы выклённым, во все Христики, которые, прочитываю в нем, я считаю, что Бог о молодых братах смерти. И я это привлекательный. И я думаю, что в этом есть какой-то ключ к потребности Бога. В людских душах, в людских сердцах и умыслах. Смерть выводит не какую-то потребность веры, потребность Бога, приведение к силе, которая выдержит смерть, потому что после смерти будет что-то, правда? То есть также вопроса милости для тех, которые были с нами, а которых уже нет, не имеет никакой уфности, что может, когда-то, в другом уровне, благодаря этой обычной силе творчества, правда? Существуют люди, которые утверждают, что смерть является даром Бога. И о том милости свидетельствует, что смерть нам никто не может отбрать. Если мы уже понимаем, что жизнь является даром Бога, то и смерть является также его даром. Отец, пожалуйста, я, подобно как вы, как мы все-таки, в этом студии сгромадении, мы дети одной и той самой цивилизации, этой цивилизации средиемноморской, которая нас укштовала. И это тоже важно, это моё шукание Бога, моя справа с Богом, это также справа какого-то старания о то, чтобы jednak спросточить. Я знаю, что я не могу спросточить, но чтобы jednak спросточить, то и христианский етик. Я не могу спросточить с даром Богом, потому что я еще верю в даром Бога. Я не верю в даром Бога. Я не верю в даром Бога. Не, не видел, не видел. Я его не видел, я его слышу в себе. Я знаю, что он есть. Зло, которое в нас есть, это называю даром Богом. Это не означает, что я от рана до вечера и от вечера до рана занимаюсь этого мнениями и ничего не запросточить моего внимания, только те проблемы, о которых мы сейчас говорим. Нет. Это совсем не так, потому что я живу нормальным жизнью, так как каждый из нас. Мам шерег своих обязанностей, заводовых, родственных, etc. Но это формует невероятно мою ежистенцию. Это чини ее внутренне драматичной, но еще еще интересной. Пытаюсь, как он обнаружил эту веру, которую он утрасил тогда как детство? Я ее не обнаружил. Момент? Потому что люди переживают такие важные хвили, такие хвили, такие хвили, что это происходит в их жизни, что они показывают. Такую иллюминицию. Так. Я уфам, что существуют такие хвилища. Никогда этого не испытывал. Я вообще не мог бы сказать о своем, скажем так, процессе многолетним духовым, что это было на веруке. Я знаю одно с целой уверенностью, что несъухание, которую я живу и которую я был обтажен. Чи обзывание с миностью, это обзывание с Богом? Нет. Нет. Я просто думаю, что миность является несъухание единственной силой, которая есть в нашем посиадании. В каждом уйти. Я думаю, и я право так считать, что миность умаснила человека и миность что-ли его лучше. А если что-ли его лучше, то есть он в результате этого ближе тех хвилища, о которых я попросту говорил. Тех, которые возникают из всей нашей цивилизации хвилизации. Ну и, конечно, говори о цивилизации, но есть и другие цивилизации, которые говорят, что Бог есть. Да. Чи кто-то из них имеет монопол на Бога? Чи они говорят о разных Богах, чи о одном... Я считаю, что если кто-то считает, что какая-то религия считает, что она имеет монопол на Бога, то невероятно она стоит. Конечно, я полностью уверен, что им больше объективной информации, в которой мы двигаемся, тем на позор меньше тейминцы. Но я говорю, что на позор, потому что я отнесу впечатление, что в эпохе электронных медиев, в эпохе, в которой я недавно написал, что Мау Казио сегодня знает больше о мире, чем Эммануэл Кант, Гетте и Вольтера вместе взялись. Только что из этого происходит? Что он может сделать с этим? Что ему лучше жить? Что он в скоте этого делает мудрее? Что он лучше? Что он лучше? И что он лучше от этого Вольтера, правда? Но, кое-моему, есть еще одна спраа, годная подкрестью. Шwiат сракционализованный, шwiат независимой водой о религии, в целом не перестает быть, поэтому, менее тейминцем. Он дальше является тейминцем. Он дальше является тейминцем, чем если был 200 или 300 лет тому, потому что мы уже не боимся блескавиц и пиорунов, правда? Но мы, конечно, сами для себя тейминцем, правда? В общем, есть такой парадокс, что им больше есть этой wiedзи, им больше есть доступна, им больше мы, тем, как расе людской нам, гораздо больше живет. Я думаю, что есть в этом что-то, потому что если так, как мы говорим, что мы не знаем лучше, чем 1000 или 2000 или 3000 лет тому, то что произошли все цели? Это свидетельство великой поражки выховавшей костей, всех, всех, я не говорю только о римскокатолике, всех, правда? Великой их поражки и великого крызису. Только, что я стою на становиску, что найвный человек, который судит, что глубокий крызис, который переживают посчетные коститоры, есть однозначный, с крызисом Бога, или даже с крызисом человека поскольку Бога. Это в целом не означает крызису и великое желание, посвященное ключевое для существования. Я думаю, что каждый из нас в меньшем или большем уровне, каждый из нас, как ни на яве, то мы сни, но я с этим занимаюсь. Я думаю, что у вас есть какая-то ответственность на сегодня? О чем здесь происходит? Нет. Сколько? И это значит, как можно сказать, очень банально и поверхностно, но не совсем без смысла. В основном случае, чтобы привозить себя, чтобы привозить себя, чтобы привозить себя, чтобы не завстыдить себя. Чтобы наши дети не могли за нас встыдить. Чтобы наши дети не могли за нас встыдить. Неважно, что католицизм, не важно, что полскость, не важно, что рит, важно, что человечество. То есть, чтобы я был в спокоене со своим собственным сумением. А это сумение, это, наверное, что-то, что-то, это, наверное, это, наверное, это. Это, наверное, какое-то такое, что мне кажется, это так, а не так, это и что-то нападает нам встыдить, когда мне было непростковое дело. Спасибо. Спасибо. Аминь. 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 Забиłeś брата. В поединку. Вообще права. Ты невинный. Затем вырзуты сумения? Одеядь, ксюже. Ты невинный. Ты неволниками. И замили своего брата. Я знаю о том. И о том, что его кохаешь. Хотя оказалось это в особый способ. Дрвишься со мной? Ты смеешься? Смейся. Потому что я вижу, что я вижу, что я вижу. Виде человека утикающего, скрывающегося перед свиатом. Виде тхурза. Далее. Далее. То есть это? Не миле. Замерзас в этом трвать. Нико мне уже не осталось. Есть жизнь. Не ма жица. Машь еще выйтие, Мэдоза. Не ма для меня откупения. Бог сказал нас на волный выбор. Ты выбрала збродние. Ты выбрала збродние. Ты мажешь удвагу выбрать покуту? Ты умеешься поднять пробу? Не ма покуты годной и моих привиняй. Ты умеешься поднять пробу? Я умею. Ты умеешь себя поднимать? Ты умеешь поднимать, как я перегрым? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты умеешь поднимать Блэзгин. Говоря в этом не то, что я включила збродние. То есть, когда ма помню, Мелам почувствие Блэзги. Не только те проблемы, О которых мы в той моменте говорим. Нет. Рассказся просто надум. Я живу нормальным жизнью, Так как каждый из нас. Мам шремлем своих обязанностей. Зайни заводовые, родственные. Однако это формует невозможно мою экзистенцию, то чини ее внутренне драматичной, но еще интересной. Я спросила, как вы отнесли эту веру, которую вы потеряли, как ребенок? Это был какой-то момент? Некоторые люди переживали такие важные моменты, когда что-то происходит в их жизни, что они показывают. Такую иллюминицией. Так. Я уфам, что существует подобное происхождение. Никогда этого не испытывал. Я вообще не умел бы говорить о своем, скажем, процессе духовым, велолетнем, что это было на веруке. Вем одно с целой уверенностью, что несъыхание много завдячиваю милости, которую живиłem и которую были обдарены. Чи обцование с милостью, это обцование с Богом? Нет. Я просто думаю, что милость является единственной силой, которая есть в нашем посиадании, в каждом уйти. Я думаю, и я право так считать, что милость умаснет человека и милость вызывает его лучше. Милость вызывает его лучше. А если он его лучше, то в результате того, что он ближе тех, о которых я попросту говорил. Тех, которые возникают из всей нашей цивилизации христианией. В общем, он говорит о этой цивилизации. Но есть также другие цивилизации, другие, которые говорят, что Бог есть. Так. Чи кто-то из них имеет монополь на Бога? Чи они говорят о разных Богах? Чи о одном? Я думаю, что если кто-то считает, что какая-то религия считает, что она имеет монополь на Бога, то невероятно она стоит. Конечно, я полностью уверен, что им больше объективной информации, в которой мы порушим себя, тем на позор меньше таймы. Но я говорю, что на позор. Потому что я отнесу впечатление, что в эпохе электронных медиев, в эпохе, в которой я недавно написал, что Мау Казио сейчас знает больше о свете, а не если Эммануэл Кант, Гетте и Вольтера вместе взялись. Но что из этого происходит? Что он может сделать с этим? Чи ему лучше живет? Чи ему лучше живет? Чи он в результате этого мудрая, от этого Вольтера? Чи он лучше? Как ты ж с тем приятелем, которого он видит, что неделю? Чи только там можно встретить его? Я думаю, что он между нами в этой моменте. Слуха и смотрит. Слуха и смотрит. Как ты смотрит, как слушает, с какими чувствами? С милостью. Скажите мне, что вера в твоем жизни? Как она влияет на твои жизни? На такие обычные, обычные вещи? Она позволяет мне жить. Она является светом, который мне светит то, что происходит. Уживание. Она тоже дает надежу. Она показывает мне какую-то характерную историю. Как выглядит он в этом мире? На pewno нужно посмотреть. Уживание. 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 Чи ты когда-то что-то сказал? Какой-то что-то? Что-то ты принадлежал против дилематом? В каждом дни, в pewnом смысле так есть. В общем, в каждом справе так может быть. Но также были такие, очень конкретные, где я не знала и просила мне помощь. И просто... И... Модлила меня. Взяла и открыла письмо. И дала абсолютно ответственность на то, что я могу сделать. И сделала так, как было в письме. Только надо поставить ухо и сердце. Я не хотела бы, чтобы это не произошло, что я такая человек, которая... Я говорю тебе о... Я говорю тебе о... И... Я говорю тебе о... 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 Да. Тебя, да. 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 Дети лучше делать со смертью и умерением, чем с дымами. Ближьи сон там той стороне. Как ты с тем приятелем, которого ты отвезаешь по неделю? Или только там можно встретить его? Я думаю, что он находится между нами в той же время. Слуха и смотрит. Как смотрит, как слушает, с какими чувствами? С милостью. Скажи мне, что вера в твоем жизни? Как влияет на твои жизни? На такие обычные, обычные вещи? По-просто позволяет мне жить. Это свет, который мне светит. Это, что происходит. Дает счастье тоже. Указывает мне какую-то фактическую hierarchию. Как свет выглядит в этом светле? На-певно тоже нужно смотреться. Зло биже в оцзы. В общем зло И это гораздо более видо. А что ты когда-то тебе что-то когда-то дорадил? Как ты что-то сказал? Ты что-то перед каким-то дилематом? В каждом дни, в pewnом смысле, так есть. В общем-то, так может быть. В общем-то. В общем-то. В общем-то. В общем-то. В общем-то. В общем-то. В общем-то, я в общем-то членко ночью. Вì смотришьте. и получила ответственность на то, что я могу сделать. И я сделала так, как было в письме. Только надо поставить ухо и сердце. Я не хотел бы, чтобы не произошло из того, что я такой человек, которая... Я говорю тебе о... Я говорю тебе о... Я говорю тебе о... Я говорю тебе о... Я часто встречаю себя. Я часто встречаю себя неконсеквентно. Я работаю... В моем жизни делаю много разных ошибок. Я не хочу, чтобы я вышла на какую-то особу, которая верит и все, что... Швейтлиста. Нет, абсолютно. Чтобы я не стала в этом способе в общем скотаржена. Это мне позволяет им иметь надежды. Это мне дает силу. До жизни. До того, что я делаю. И все, что я делаю хорошо, то за это просто дякую Богу. А скажи мне, а как это для тебя? Как это для тебя? Как это для тебя? Детяка-молодежинка, вероятное вероятное учение к ритобы ритового ритового ритового. Может, можно сказать еще раз. Я, наверное, украли какую-то ритовую 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 ритовую. Но, по-настоящему, а даже на-по-вно, я не украли того, что я не показывал в целом жизни и сегодняшний день оно не в том, что в том, что потребности спростания какему-то вызванию, которое приходит по-за мне, которого я doświadцам, я может поверить, что-то патетическое, но через милость, через определенный вид учитывания, а также это связано, это действие первой работы интеллектуальной, выполненной через целые десятилетия. Проконывание неустанных барьер, ставяных sobie pytań, ciągłe шукание в świecie блендов, в świecie pewной... Это не трудно сказать, что это не темно, что в таком мраке, это не темно, потому что это прекрасно, это прекрасно, и оно имеет свой глубокий sens и важность саму в себе, даже если ничего не найдет. Но, но, вероятно, до моего случая, я усиловал отназать sens в chaosе и в безсенсе. До сегодняшнего дня, до конца, невозможно, этого не обнаружил, потому что не могу понять, например, каких-то наук христианства, это уже не только вопрос римского католицизма, в мире, кратных, в мире так страшного и безсенсовного кратства. Но я могу сказать так, что в мне ткнило прагнение отназения чего-то, что есть над мной, что есть над свиатом. Это были какие-то тяжелые. Мне не выстарча рефистианство в pełне изракционализирована. Мне кажется, что эта рефистианство в pełне изракционализирована не отдает целой правды о свище, а надежно о мне. Почему я так, а не так? И когда я слышу разумаичные мудрости на этот темат, что это генетичные, а то есть хемия, а то есть физика, а тут дамы до пробовки то, а там, то, а 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 то, я на то всегда отвечаю, то, что я могу прийти, что на мое сумение и пана сумение есть... Такое миасто было, это был Шчуцин, но это было очень близко природы, потому за домом была дорога и были лонки, и я была очень связана с природой и из-за Заразовала себя в Варшаве. Но с этим окресом којаржа мне се сиастра Законна, которая врата до меня в этой хвили с прошлой. То, что я помню, я помню, что была в «Чарном хабище». Не знаю, какое было это было сгромадение. И просто то, что я помню с сердцем, и то, что я чувствую с сердцем, была особой, которая просто медлитвой меня поддержала. А когда в конце дотарло до тебе, что твой отец гинял и не вернулся? Можно сказать, что это доцирало до меня летами. Потом ты должна с этим какого-то поразить, правда? В таких моментах вяра стаясь чем-то важным. Каждый имеет свою дорогу до вяры. Часами распад показывает дорогу. И стаясь чем-то, что нагленно изменяет жизнь и видение света. Но в моем случае, я просто милала то, как дьявол, который я слышал. Это было не было... То значит, на певне был такой великий прелом, потому что я не была хована так много... Моя родина является родственной католической, но не была так много практикующей в часах, когда я дорастала. И на певне важным делом было моё путье до школы, проводной через систры непокаланки. Я не сугерую тут, что утрата ойца справила, что ты попробовала что-то как-то... Какой-то пласнер на это все в состоянии виары. Я думаю, что это не было ничего плохого. И это часто проводит до автентичной веры. Может быть это лаской, но может быть это тоже автентичным открытием на просто... что жизнь закончится и человек начинает задавать себе вопросы, которые не задают себе вопросы. Какие вопросы ты задаешься? Еще хотелось бы сказать, что есть Бук, который видит тебя опущенного. И просто помогает. Это не только вопрос, что ты... Я когда-то был такой проблемой. Это не связанное, а в некотором смысле связанное, что... не хотелось бы ездить в неделю до школы. Не хотелось бы, но случилось так. Я думаю, что это... ... и братья капуцинов, Немцы сегодня в ночь залаштовали. А в школе был замкнут. Я подошел и увидел, что я стоял жандарм перед в школе. Капуцинов был замкнут. В этом моменте, в уламки, в часу, если так можно сказать, утратиłem целиком мою виру. Мою действенную, найвную, повышковую, очень связанную с ритуалом в римском католическом. Утратиłem. Почему? Я думаю, что Бог, который мой Бог, он слабший от Адольфа Хитлера и от Третьей Реши, если мог допустить до того, что он остался. А если он был слабший от Хитлера, то я такого Бога не потребую. А может он в углу не исчезнет. Втедо все равно. Я не потерял. А как он ее потом знал? О, что мне кажется, что сегодня, что я и так до конца не потерялся. Я тратил определенные детям, младенческие, какое-то зоуфание к ритуалу. Может быть, скажем больше. Я тратил определенную религию. Но я не тратил того, что мне было в целом жизни и до сегодняшнего дня. В общем-то, потребности, спростания какому-то вызванию, которое приходит по-за мне, которого я испытываю, я может скажу что-то патетичное, но через милость, через определенный вид учителей, а также это связано, что-то это действие первой работы интеллектуальной, выполненной через целые десятилетия. Проконывание неустанных барьер, ставя на свои вопросы, церковое шутение в мире бледов, в мире, в мире, это не трудно сказать, потому что это не милость, это не милость, это не милость, потому что это прекрасно. Такое шутение есть прекрасно. И оно имеет свой глубокий sens и важность, самостоятельно в себе, даже если ничего не найдет. Но, вероятно, до моего случая, я осуществлялся в хаосе и безсенсе. До сегодняшнего дня, до конца, невозможно, этого не обнаружил, потому что не могу понять, например, что-то, это не только римский католизм, а в жизни Бога в мире так окрутинах, в мире так страшного и безсенсовного и окрутинах. То есть только там можно spotкать? Я думаю, что он будет между нами в этой часе. Слушаю и смотрю. Как смотрю? С какими чувствами? С милостью. Скажите мне, что вера в твоем жизни? Как она влияет на твои жизни? На такие обычные, обычные дела? Она позволяет мне жить. Она светит, который мне светит. Это, что происходит. Она дает надежды. Она указывает мне какую-то фактическую какую-то hierarchию. Как этот свет выглядит в этом светле? На pewno тоже надо себя взглянуть. Зло бьет в очи. В общем, зло есть гораздо более видочное. А что этот приятель тебе что-то когда-то дорадил? Какого-то стаясь перед каким-то дилематом? В каждом дни, в pewnом смысле, так и есть. В принципе, в каждом справе так может быть. Однако, тоже были такие справы, очень конкретные, где абсолютно не знала. И просила мне о помощь. И просто... И... Модлила мне. И вязала мне. И открыла письмо. И дала мне абсолютно ответственность на то, что я могу сделать. И я сделала так, как было в письме. Только надо поставить, в общем, ухо и сердце. Я не хотела бы... Чтобы не возникало того, что я была такая женщина, которая... Я говорю тебе о... Я была женщина слабая. Часто я встречаю себя. Часто я неконсеквентная. В моем жизни делала много разных ошибок. Не хочу, чтобы я вышла на какую-то особу, которая... Виара и все. Виара и все. Виара и все. Свечистая позиция. Абсолютно. Чтобы я не стала в этот способ, в общем, скоярзона. Это мне позволяет мне надежу. Это мне дает силу. До жизни. До робления того, что я делаю. И все, что я делаю, хорошо. За это просто дякую Богу. А скажи мне, а как это для тебя? Как это для меня? Я бы не мог бы сказать, что этот приятель есть между нами в этой часу. Я бы сказал, что этот приятель сейчас смотрит сам на себя. Ни с вдящей. Он не смог бы сказать, если мы немем Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!